Ветеранов все меньше, годы берут свое. Кто еще с нами, как и современники, помнит, что погиб каждый третий наш соотечественник. Война затронула все семьи без исключения. Праздник Победы – это и торжество, и скорбь, пришедшая в семьи. Свидетелей той войны все меньше, тогда они были юными и полными сил. Многие из доживших и сейчас полны оптимизма и встречают победу. И не только в эти дни достойны уважения, почтения, внимания ветераны. Победы – это ваша заслуга, выстраданная на фронте, в тылу. Социальная ответственность негосударственного сектора экономики – это не только налоги государства, но и прямое участие, помощь нашим людям. Ведь мы все перед победителями в неоплатном долгу. Накануне праздника минчанка Надежда Клименкова традиционно ждет гостей. Труженица тыла в мае 43-го 14-летней девочке пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало бронестекла для самолетов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми и сейчас сохраняет бодрость духа. Это ж большое дело, что ж, знаете, мы ж уходим. Вот я одна осталась. Все ж уходим. А потом забудется все это дело. Это ж забывать никогда нельзя. Война, это ж не какая-нибудь гульня там где-то, а это ж война. Столько людей гибнет, земелька эта вся гибнет, и скотинка гибнет, и люди гибнут. Все живое. Это же страшно. Вот мы ж отдохнули, смотрите, сколько уже войны нет. Это ж уже макаление какое, молодое все пошло. Надо стараться, чтобы дальше этого, чтобы не было этой войны. После войны Надежда Клеменкова переехала в Минск и посвятила жизнь белорусской железной дороге. 39 лет отработала на минской дистанции пути. Рабочим дежурным по переезду проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью за доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной войне. Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну с цветами и подарками. Обязательно в октябре на день рождения и накануне Дня Победы. В этом году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор, цветы, внимание. Надежда Максимовна молодец. Дай бог ей здоровья. Держится. И такая же жизнерадостная, как в юности. Долгий хлеб вам. Здоровья. Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир новости. Их уже немного, и это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов, и чтобы посмотреть парад в этом году. Людям, кого лично затронула война уже за 90, участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы. Ветераны всегда, как говорит, радуются тому, что их видят, что их замечают. И в знак благодарности они свое, как говорит, отработают еще больше. На сегодняшний день, конечно, ветераны войны уходят с жизни весьма печально. Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил еще один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продажа. Пусть так, что для самих ветеранов, у которых вопрос с жильем решен, это не совсем актуально, но детям, внукам и правнукам это может быть важно и нужно теперь. На сегодняшний день ветераны имеют свое жилье. Не имеют жилья внуки, а может быть и правнуки. Таких действительно ветераны есть. Жить шесть человек, будем говорить, в двухкомнатной квартире, немножко неудобно. Компания «Дана Астра» – застройщик. Работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с ее помощью обзавели собственным жильем. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками, поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. Если нужно помочь, то всегда делает шаг навстречу. Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания хочет поздравить всех ветеранов с этим Великим Днем Победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день в Беларуси. Слова благодарности героям Победы, безусловно, важны. Но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета любить Родину искренне, по-настоящему. И об этом мы точно не забудем.